Первый купеобразный кроссовер Infinity, модель FX, появился задолго до того, как это стало мейнстримом, но затем покинул гамму марки. Его идеологическим преемником отныне станет модель QX55, которая удачно примерила знакомый образ. От старого доброго Infinity FX новому 55-му достался лихой силуэт, подчеркнутый характерной формой бокового остекления. И хотя новинка создана из практичного QX50, дизайнеры немало постарались, дабы перекроить образ исходника. Так, купеобразный формат подчеркнут фирменным обвесом кузова, крупной решеткой радиатора и оригинальным оформлением кормы. Интерьер один на двоих. Также общим местом оказался двухлитровый турбомотор, знаменитый переменной степенью сжатия. В российской версии он выдает налоговыгодные 249 сил, с ним состыкованный вариатор и полный привод. Но если модель QX50 располагает пятью комплектациям, то покупателям купеобразного Infinity придется выбирать лишь из четырех. Самая младшая стоит больше 4 миллионов рублей, то бишь доплата за модную кепку составит 350 тысяч целковых. Базовый 55-й имеет 8 подушек безопасности, отделку салона кожзамом, двухзонный климат-контроль, продвинутую медиасистему, светодиодные фары, электропривод крышки багажника и 20-дюймовые колеса. При этом главные конкуренты Audi Q5 Sportback, BMW X4 и Mercedes GLC Coupe обойдутся сильно дороже. Вот только начало поставок фиников запланировано на середину грядущей осени, а значит к тому времени ценники запросто могут быть переписаны. Еще одно событие из премиального сегмента — начало российских продаж обновленного седана Genesis G70. Именно седана, ведь невероятно красивый универсал, адресован строго европейской публике. От дореформенной машины четырехдверка отличается полностью перекроенной внешностью и слегка измененным салоном. В частности, по центру передней панели теперь прописался экран медиасистемы на 10 с четвертью дюйма вместо прежних восьми. Кроме того, к двум версиям двухлитрового турбомотора прибавился могучий наддувный V6. Все семидесятки имеют восьмиступенчатый автомат и полный привод, но вдобавок появилась возможность заказать заднеприводное исполнение. В начальную комплектацию Premier за 3 миллиона 100 тысяч рублей вошли 8 подушек безопасности, отделанные эко-кожей сиденья, кнопка запуска двигателя, камеры заднего вида и 18-дюймовые колеса.